А, Вэлма. Ужасный Скуби-Ду для взрослых. Худший мультсериал в истории. А что ж там такое? Вэлма. Что ж там такое? Подождите, Вэлма? Подождите, постойте. Они сделали сериал про Скуби-Ду, но назвали его Вэлмой в честь одного из, наверное, самых ебаных персонажей, блять, из Скуби-Ду. Я прав? А, уже давно? Бля, ну я не знал. Я просто не слежу за, так сказать, за этой франшизой плотно. Ну, если честно, я вообще за ней не слежу. Вэлма. Скандальный мультсериал для взрослых с героями Скуби-Ду. Ебать, это что такое, нахуй, было? Там какой-то Гитлер, блять, бландит. Без Скуби-Ду. Проект, который является, по мнению интернета, худшим мультсериалом в истории. И лучший, по мнению Твиттера. Но там нет Скуби-Ду? Понятно. Да я могу! Да могу тебя даже в... Афроамериканца превратить, вот! Мульт, в котором привычные нам герои стали наркоманами и закладчиками. Да и не только ими. Это сработало? Ебать. Да. Сегодня мы разберёмся, что это за дичь такая, не отходите далеко. Ты же знаешь, что такое 420? Да, это код для взрослых, которые до сих пор смотрят мультфильмы. Всем массовый здряп. Вот как заслужить ненависть людей? Ведь если так подумать, ненависть это очень сильное чувство, и его тоже надо заслужить. И как говорится, от любви до ненависти один шаг. Зрители имеют свойство влюбляться в кинофраншизы, особенно если они были неотъемлемой частью их детства. Поэтому многие люди, что выросли на оригинальной трилогии Звёздных войн, были в бешенстве, посмотрев первый эпизод трилогии приквелов. В частности, из-за персонажа Джаджа Бинкса, который казался слишком детским и откровенно раздражающим в своих попытках вызвать у зрителя улыбку. Но за такое можно не любить сценариста, режиссёра, но явно же не актёра озвучения. О нет, всё не так просто. Несчастный актёр Ахмед Бест, что озвучивал Бинкса, рассказывал о том, что в своё время он был на грани того, чтобы наложить на себя руки. Настолько ему было тяжело переживать тот шквал критики, что обрушился на него после премьеры злополучного фильма. Чё за бред, блядь? Мне угрожали смертью через интернет. Люди подходили ко мне и говорили, ты уничтожил моё детство. Так что очень важно отделять персонажей от актёров. Какие же люди тупорылые, блядь. Это как чуваки, которые пишут угрозы. Актёром, которые сыграли какого-то там человека. Не знаю, злодея, например, блядь. И говорят ему, за что ты убил Гарри Поттера, например. Ну не важно, какого. Типа, мразь, блядь, а то чё? Блядь. Только чего уж тут. Персонажей люди могут ненавидеть ничуть не меньше. Критики и зрители разгромили мультсериал Велма. Тот самый мультсериал про Скуби-Ду без Скуби-Ду. Куда? Велма стала худшим мультсериалом в истории кинопортала IMDb. 1,3 балла из 10 возможных. Это большая часть пищи. Да, это новая интерпретация, где Шегги и Велме поменяли цвет кожи. И давайте я сразу выскажусь на тему последнего. Я могу понять людей, которым не нравится отход от первоисточника, когда особо не из чего выбирать. К примеру, есть такой замечательный комикс под названием «Песочный человек», у которого немало поклонников. Экранизацию этого комикса мурыжили много лет. И в результате, минуя годы, вышел сериал, где ряду персонажей поменяли не только расу, но и даже пол. Или и то, и другое. Если для вас это принципиальный момент... Это вопрос принципа. ...то вам придется либо терпеть, либо забить, потому что другой экранизации попросту нет. Но Скуби-Ду, вы вообще видели, сколько всего есть по Скуби-Ду? Хрен его знает. Куча мультсериалов, куча мультфильмов, четыре художественных фильма. Да сколько из вас смотрело хотя бы половину из этого? И при всем этом зашкаливающем разнообразии, я видел, что некоторые, глядя на то, как выглядят персонажи Велмы, начинали яростно расписывать, что их детство уничтожено. И как же их достала эта ваша расовая повесточка? Раньше я был белым. А еще некоторые возмущались, что их любимого Шегги теперь еще и почему-то назвали тут Норвелом. Хотя, если что, это давным-давно его настоящее имя. А это Норвел Роджерс. Я Шегги! Никто не называет меня Норвелом! Что такое Норвел? Норвел, Норвел, Норвел! Очень смешно! Норвел! А если бы темнокожим персонажем поменяли цвет кожи на белый, такой бы скандал начался. Да, я думаю, да. Шегги это так-то прозвище, которое переводится как Лохматые. Короче, могу уверенно сказать, что если поменять Велми и Шегги цвет кожи, это точно не спасет мультсериал от проблем. Велма это попытка некого постмодернистского свежего взгляда на старую историю. Только теперь для взрослых. Но если так подумать, такая попытка уже была в художественном фильме про Скуби 2002 года. Скуби, это самый неприличный поступок с тех пор, как ты почистил свой пенис на рождественской вечеринке у Дона Кнота. Че он сказал? Да, тот Скуби-Ду не был помечен рейтингом 18+, но явно ходил по тонкому льду. Намекал на наркотическое пристрастие Шегги в визуальном плане и на уровне диалогов. Я Мэри Джейн. Знаешь, это мое самое любимое имя. Правда? Если кто не в курсе цветы Мэри Джейн, это наркоманское сленговое обозначение для конопли, что, помимо прочего, еще и заставляет задуматься о предпочтениях Человека-паука. Не принимайте наркотики. Но сценарист Джеймс Ганн, да-да, тот самый, что потом снимет Стражей Галактики, хотел большего. Ему было мало всего этого и то, что Скрипиду мочится на Дафну. В его первоначальном сценарии Велма была лесбиянкой. Но данную находку отвергли, а в сиквеле ей и вовсе выдали парня, видимо, чтобы точно никто ничего не подумал. Со слов Ганна, первая версия монтажа получила возрастной рейтинг R от 17 лет. А уже в новом варианте монтажа вырезы актрис были заретушированы визуальными эффектами, чтобы никого не оскорбить. Язык, шутки и сексуальные ситуации решили удалить, в том числе поцелуй между Дафной и Велмой. И вот идеи с ориентацией Велмы всплыли уже спустя 20 лет в мультсериале, что мы сегодня рассмотрим. Но еще раз о постмодернизме. Наверное, лучший пример нового подхода к старой вселенной сцен за 18+, это мультсериал Харли Квинн. И пускай, как по мне, первый сезон этого шоу задал слишком высокую планку, которой другие сезоны на себе не потянули, это замечательное зрелище, которое может и осмеять обычно пафосных злодеев, так и к тому же переизобрести некоторых персонажей заново. К примеру, где вы еще видели комиссара Гордона вот в таком вот амплуа? После свадьбы мы отправимся в круиз до Барбадоса, а может на курорт, где все включено? Они говорят, что все включено, но это брехня! Нужно платить за полотенце, мыло, элитные виски! Ладно, ладно! Так вот, Велма очень пытается походить на Харли Квинн, прямо как ребенок, который глупо повторяет все за взрослым, не понимая, что при этом он так и остается неумелым ребенком. Меня зовут Велма Динкли, и это история моего происхождения. Обычно такие рассказы о высоких красивых парнях, а если они о девушках, то обычно это... Эй, почему эта цыпочка сошла с ума? По-моему, такой мета-комментарий в данном случае неуместен. Чтобы исправить это, я решила поведать, наконец, о леденящих кровь событиях, которые побудили меня собрать величайшую команду разоблачителей тайн. Харли Квинн, хуйня, переубедите меня. Меня вообще заебал образ Харли Квинн, и как его переэксплуатировали, и так далее. Вообще, блядь, просто заебал меня, нахуй. Я уже скучаю по максимально классической Харли Квинн, которая на подсосечах в дикой любви, блядь, к Джокеру. Я просто заебала эта хуйня, блядь, и... Прям пиздец. Как по мне, персонажа, блядь, переэксплуатировали и просто уничтожили, блядь. Да, это была я. Не Фред и его странный секс-фургон. Это моя история. Первые же секунды мультсериала, и нам сразу же с гордостью сообщают, что обычно такие вещи делают про мужчин, и вот, наконец-таки, теперь о девушке. Нет, конечно же, в медийной культуре полно персонажей девушек, что были просто дополнением к персонажу мужчине. Взять хотя бы бесконечных дам в опасности, которые нужны были просто, чтобы герою-мужчине было кого спасать. Но вот такая реплика, опять же, была бы кое-как уместна от той же Харли Квинн. Ведь она действительно прошла путь как персонаж. Она начинала как вечный плюс один к Джокеру, но по мере приобретения популярности у нее стали появляться самостоятельные эпизоды в мультсериале про Бэтмена. И со временем она стала более независимым персонажем, который стремится к тому, чтобы больше не быть заложником абьюзивных отношений с мистером Джеем. А теперь скажите мне, каким боком тут вообще можно провести параллель с Велмой? С кем у нее были абьюзивные отношения? Со Скуби-Дул? Он колотил ее за Скуби печенье в каких-нибудь старых сериях, что я не видел. Более того, Велма и не являлась заложником одного амплуа. Она не была только ботаншей, которую интересуют исключительно тайны. Во втором фильме про Скуби, например, раскрывалось ее желание познать собственную сексуальность. Тебе не приходило в голову, что призраки и оборотни это лишь повод, чтобы избежать того, что на самом деле тебя пугает? Я говорю об интимной близости. В мультсериале Скуби-Ду Мистическая Корпорация был показан и ее романтический интерес к Шегги, и их своеобразный любовный треугольник Велма-Шегги-Скуби, как бы странно это ни звучало. Are you cheating on me? И, наверное, самое главное в контексте этой начальной фразы, очень странно говорить, обычно такие шоу делают исключительно про мужчин, когда есть полнометражный фильм, который называется Дафна и Велма. А знаете, фильма с каким названием не существует? Например, Фред и Шегги. И если в случае последнего его имя светилось в названиях, то беднягу Фреда уж точно обделили, и это скорее ему уместнее быть здесь мучеником безызвестности. Опять же, я уверен, сценаристы просто бездумно смотрели на Харли Квинн и думали, о чем наша Велмочка, понимаешь ли, хуже. При этом даже не задумываясь, насколько такой посыл вообще органичен персонажу, которого они прописывают. И да, этот мультсериал очень хочет с первых же секунд показать, какой он взрослый. Нам сразу же покажут, что данный мульт может касаться остро-социальных тем, быть смелее, чем раньше, делать более глубоких персонажей, может быть. На первой минуте нам покажут совокупляющихся тараканов, что, конечно же, абсолютно не нужно сюжету. И еще голые задницы в душе. О, нет, не переживайте, они сами про это пошутят. Вы замечали, что в пилоте... Сленди никто, мне похуй на всех. ...эпизодных эпизодах телешоу всегда... Это не то, о чем стоит спрашивать, блядь. Скуби-Дудель мне не представляет никакой ценности. Думаешь, я анализирую там персонажи, у меня есть какие-то любимые, мне на них на всех поебать. ...больше беспричинного секса и ноготы, чем в остальной части сериала. Ну, значит, это автоматически делает данный момент гениальным. Ощущение, что история Велмы написана не взрослыми, а детьми, которые дорвались до текстов и притворяясь взрослыми, пишут то, как, по их мнению, могут писать взрослые. У нас тут голые тети и даже тараканы трахаются. Вот последнее, это точно то, чего все эти годы не хватало Скуби-Ду, но чертова цензура не давала реализоваться этому гениальному перформансу. Ой, смотрите, Дафна здесь настолько дерзкая, что расстегнула Фреду ширинку прямо на улице. Эй, вы еще не... Нет, еще нет, эксайл. Эксайлит. Поняли, что мы тут взрослые? Так вот, мы тут взрослые! Видишь, если бы это было шоу, было бы дрочно, если бы вы поцеловались. Ну что делаем в ставке? Это произойдет в этой или в следующей серии? Происходит первое убийство, и, похоже, Велме придется взяться за разгадку этой тайны. Вот только из-за определенной психологической травмы, связанной с ее матерью, любые попытки начать расследование приводят к появлению жутко пугающих галлюцинаций. И вот это, как по мне, реально классная идея. Во-первых, в этих моментах вовсю проявляется довольно неплохая анимация. Во-вторых, это же... Ну, кстати говоря, да. Человек-никак выглядит создательница Велмы, Ээээ... Минди Каллинг. А, ну, я понял. Да. Ну, бля, шутка шутками, но это реально многое объясняет. Я понимаю, что так... Ну, я понимаю. Это же классический фундамент Скуби-Ду. Монстры, которые оказываются ненастоящими. И тут эта идея реализована в рамках нездорового сознания главной героини. Вот только не забывайте, что, увы, это юмористический сериал. Нужно сказать, что мультсериал много шутит. Очень много шутит. Местами он просто не затыкается, будто бы скрывает за своими шутейками собственный нервный тик. Или что, вероятнее, сценаристы думают, что если шутить очень многое, то чисто по статистике какая-нибудь шутка, ну, точно уж должна сработать. Так, это шутка, которая строится просто на том, что Велму обсирают за внешность. Интересная находка для данного прогрессивного мультсериала. Ну, допустим... Еще тут есть поп-культурные отсылки. Прошу прощения. Не поднимай на меня брови, Стив Харви. Наверное, если бы я знал, кто такой Стив Харви, мне бы зашло. Ладно, допустим, проблема в моей неосведомленности. Я не просто официантка, еще я обычная сука, которая даже не знает, как использовать хэштеги. Хэштег ребенок пинается. Люди, которые используют хэштеги неправильно, это, наверное, смешно... Так, стоп, что здесь происходит? Ебать, блядь. Я уже не уверен, у нас здесь идет юмористическая часть или пошел ужастик. Потому что вот этот торчащий ребенок более жуткий, чем любой монстр из Скуби-Ду. Ну, иногда тут действительно бывает забавно. Бренда мертва. Что? Нет, она была моим запасным планом, если ты станешь навязчивой. Но, как по мне, редко, мучительно редко. Ну и опять же, вот как можно обыграть всю эту тему с якобы пристрастиями Шегги? Вообще, мне стоит уточнить, откуда здесь растут ноги. Образ и речь Шегги были созданы на основе представлений о битниках. Представителей молодежной культуры, что завоевало признание в 50-х годах. Но если у кого-то битники ассоциировались с любителями джаза, то у других с любителями запрещенных веществ. Кое-где в интернете, когда же пишут, что создатель Шегги Билл Ханна ненавидел тот факт, что некоторые связывают Шегги с чем-то подобным. Если это правда, то на чувства Билла явно плевали сценаристы фильма 2002 года. И возвращаемся к сцене, которую я упоминал ранее. Зрители видят дым из фургончика Шегги и Скуби и слышат хихиканья на фоне. Зрители думают про определенную вещь. Но на деле это просто дым от тостов. Я вообще не понимал эту сцену в детстве, но теперь осознаю, что это настоящая игра с ожиданиями зрителей. Вы ожидали чего-то другого? Ну это значит, вы испорченный, а не режиссер. А что... Привет, панквост. С подобной темой делают Велми. Но вот на мониторе у него тематическая статья. А еще он вот так вот иронизирует. Думаю, это связано с наркотиками, которые я ненавижу. Господи, Скуби-Ду 2002 года точно не был выдающимся фильмом. Но на фоне Велмы он теперь кажется тонким произведением. Если что, я ничего не имею против того, чтобы у старых персонажей были новые амплуа. К примеру, в первой серии выясняется, что убийцей является Фред. И одним из аргументов в эту сторону является то, что... Фред богатый белый парень с крошечным членом. Он сделал это. Хочу... Понятно. Теперь извините. Это... Ой-ой-ой. Такая сатира на общество или просто расизм? Но потом выясняется, что Фред все же не убийца. Так что даже для таких эксцентричных решений мультсериал оказывается недостаточно смелым. Это же не про половые органы персонажей вещать. Ты не говорил, что у Фреда крошечный член? Да, настоящая морковка. Ладно, а как здесь проявляет себя такой персонаж, как Дафна? Но она тут может принять запрещенные штуки. А еще она торгует запрещенными веществами. Видимо, эту тему решили подвязать под всех персонажей Скуби-Ду. И это даже не шутка. В какой-то момент Дафне вынуждена помогать в этом деле Велма. И одним из людей, пришедших за закладкой, оказывается отец Велмы. Потому что это мультфильм для взрослых. И тут либо торчки, либо люди, связанные с торчками. Чтобы вы понимали, один из психотропов, что продает Дафна, называется Фургончик Тайн. И кто-то еще парится, что герои со временем меняют цвет кожи. Гребаный Фургончик Тайн превратился из машины в повод для статьи 228. Какой б... Привет, Маруранка. Изумие. И нет, я не Ханжа. Но по-моему, темы веществ все же должны были остаться только у Шейги. А для остальных персонажей можно было бы придумать что-то другое. Как-то у сценаристов фантазия не слишком бурно работает. Еще у Дафны с Велмой тут сложные взаимоотношения. В детстве они были друзьями, но со временем Дафна отдалилась от Велмы, чтобы тусить с популярными сверстниками. Уверен, они решат эту проблему тем, что подержатся за ручки, а потом поцелуются в конце второго эпизода. Уверен, они тоже подсмотрели это у Харли Квинна. Ой, извини, я просто вытирала мусорную слисть. Не, мне неинтересно чекать отзывы критиков. Нет, если что, фанатский шиппинг Дафны и Велмы это старая тема. Но я почти уверен, что сценаристы опять заглядывались на успех Харли. Вот только там линия Харли и Плюща долго развивалась, и только во втором сезоне они пришли к романтическим отношениям. А в Велме уже во второй серии все случилось, и вот главная героиня осознала, что влюбилась. Ну, второй сезон, вторая серия, какая разница? И уже в третьем эпизоде Велма начинает запариваться, ведь она испытывает романтические чувства и к Дафне, и к Фреду, которого, да, засадила в тюрячку. Давайте, наконец, обсудим то, что вы правда хотели знать обо мне. Велма Динкли? Ли-ли-ли-ли-ли? Велма, очнись! Ну, вообще-то, по идее, никакая ты не Лили, если тебе нравится Фред. Что за позерство? Чтобы вы понимали масштаб этой проблемы, Велма называет именем Фред свою руку, на которой училась целоваться. Да, это очень странный мультсериал. А еще тут Шегги влюблен в Велму, но она его френдзонит и не воспринимает всерьез, и, как по мне, это самая забавная линия здесь. Хотя кто-то может от нее триггернуться и оскорбиться, да, я читал такое мнение. Но действительно ли это худший мультсериал в истории? Как по мне, конечно, нет. Я слышал мнение, что мульт унижает мужских персонажей, и это оскорбительно, но, как по мне, женских он унижает ничуть не меньше. Господи, да четвертая серия строится на том, что Велму просят научить привлекательных девушек из ее учебного заведения быть непривлекательными. Бля, ну, слушайте, вот как отдельное, может, произведение вне этих персонажей, может быть, это и было какая-нибудь прикольная штука, какой-нибудь взрослый сериал для девушек и не только, но я не понимаю, зачем, я не понимаю, зачем они вообще взяли, короче, я не врубаюсь, зачем за основу были взяты персонажи из Кубиду, немножко изменены, и был сделан мульт вообще не про этот, ну, то есть, вообще, ну, просто отдельный мульт какой-то, где вообще другие истории, у них какой-то быт, они вообще занимаются делами обычными. Вот, блядь, сделай этот, ну, ради хайпа, ну, да, ну, ради хайпа, окей. Вот поставь просто, это как новый мультсериал, который не отсылается никакому Скуби-Ду, где нет этой Дафны, блядь, еще чего-то, где просто новые персонажи, это новые произведения, и вот у них там какая-то движуха происходит. Ну, наверное, было бы гораздо лучше воспринималось, но тут просто, типа, много вопросов не в тему. ...ными и не сексуальными, потому что Велма в этом шарит, а вот такое прямолинейное унижение по внешности. Вообще, тут все персонажи, ну, наверное, кроме Норвила и то с оговорками, довольно неприятные люди, наверное, это больше всего бесит зрителей. То, что героев их детства взяли и сделали из них откровенных мудаков. Но, кто знает, может быть, в этом и есть посыл. Теперь у нас 18+, все по-взрослому, а в мире взрослых полно мудаковатых личностей. Но, скорее, посыл в откровенной провокации. Мне кажется, Велма, помимо формата Харли Квинн для бедных, пыталась играть в ранние сезоны Южного Парка, то есть как бы осмеивать все социальные группы. Но не вышло, потому что у сценаристов явно нет таланта сценаристов парка. В результате получилась просто толстая провокация ради провокации. Но в плане реакции аудитории эта провокация явно сработала. Но я считаю, называть Велму худшим мультсериалом в истории, это слишком большая честь для этой самой Велмы. Ну, а с вами был Акар. Возможно, вы не видели мой прошлый ролик про Ёлки-9. Да, именно про девятую часть, не про восьмую обзоры, на которую вы... Так, ладно, это уже не то. Бля, ну, да, в контексте с Кубиду это пиздец. Бля, еще странно, что они выбрали именно Скуби-Ду, блядь, для оболочки и собирания фан-базы. Блядь, это очень... Блядь, столько мув невероятно странных. Почему Скуби-Ду, блядь?